Спасибо, что сегодня пришли и уделили свое время для того, чтобы послушать то, что я вам сегодня хочу рассказать. На самом деле, сегодня мы поговорим о такой теме, как про скрам. Скрам — это модно, но не всегда эффективно, как оказалось. Основываться я буду не просто на какой-то теории, а на своем собственном опыте. Прошли мы это всей нашей командой на реальном проекте. Оговорюсь сразу, я продолжаю на этом проекте работать уже больше двух лет. Проект долгосрочный, и мы все время пытаемся улучшить наш процесс разработки. Но, как оказалось, бывают удачи и неудачи, и сегодня я вам об этом расскажу. Но для начала хочу немножко узнать о том, насколько вы знакомы со скрамом и сканбаном. Скажите, пожалуйста, как по вашему мнению, что было раньше, скрам или канбан? Давайте так. Если кто считает, что был раньше скрам, давайте поднимем руки. Ну, давайте без waterfall. Скрам, канбан. Окей, если был раньше канбан, давайте поднимем руки. Окей, отлично. Теперь поговорим дальше. Перед тем, как я отвечу на этот вопрос, немножко расскажу о том, с чего все начиналось. Потому что иногда люди знают о том, что, да, есть такое понятие, как скрам, есть такая крутая методология у всех на слуху, но никто не знает о том, откуда она появилась, как она вообще пришла в свет, да, и почему она стала такой популярной. Скрам вообще подразумевает под собой игру в регби. Именно с этой игры пришло понимание скрам. Скрам от слова scrumage, что в английском языке означает сладко вокруг мяча, да, она же в регби. Коротко говорится просто скрам. Почему именно игра в регби? Потому что вся команда пытается добиться одной цели. То же самое происходит и в скраме. Вся команда пытается добиться цели, пытается достигнуть цели спринта. И именно это было изложено в 1986 году экономистами такими, как Такиучи и Нананака. Они изложили это в своей статье и рассказали об этом подходе, который мог применяться не только в игре в регби, но и в бизнесе также. Вот, об этом я уже рассказала, что у нас понятие скрам. Давайте дальше. Вот после того, как вышла эта статья, после того, как скрам начал появляться у всех на слуху, да, такие ученые, как Сазерленд и Швабер, они в 95-м году на конференции официально представили скрам как методологию, да. В 2001-м они выпустили Agile Manifest, дальше организовали скрам-альянс. Но так получилось, что в 2009-м Швабер вышел из этого альянса и организовал как бы собственную компанию Scrum.org. И в 2010-м, все, наверное, знают, что вышел первый скрам-гайд. Я надеюсь, что все когда-нибудь читали скрам-гайд или хотя бы открывали. Конечно, после 2010-го года там было много-много редакций, но во всяком случае, если вы никогда не читали скрам-гайд, но как бы хотите знать, что заложено в теорию скрама, я вам очень советую почитать. Она не длинная книжка, не на тысячу страниц, но там есть главное понятие, основы, и у вас сразу будет картинка того вообще, что такое скрам. Вот. Теперь про канбан. Канбан действительно, да, был раньше, потому что в 60-х годах 20-го века в Японии на заводе, известном как Toyota, появилось такое понятие как канбан. Что такое канбан? Канбан – это визуализация процесса. И такой ученый, как Таити Оно, он эксперт, вернулся на родину в Японию и именно на заводе Toyota попытался организовать процесс канбана. Канбан подразумевает у себя вот несколько правил. В скраме их очень много, но в канбане их мало. Основное это то, что есть бэклог, каждая таска в бэклоге приоритализирована, имеет свой приоритет, и мы берем таску с наивысшим приоритетом для реализации, и следующее это то, что количество тасок, которые могут быть одновременно, ну то есть в реализации, оно ограничено. Почему это было сделано? Потому что на заводе нужно было, чтобы запчасти, они не лежали как бы на складах, они постоянно на складах ничего не задерживалось, и работа при этом не простаивала и не прекращалась. Представим себе, что я собираю машину, и мне нужны только левые двери. Я понимаю, что поставив 5 дверей, мне нужно будет через какое-то время, ну имея 10 дверей, поставив 5, мне через какое-то время нужно будет опять эти 10 дверей. Я подаю заявку на то, что мне нужно будет 10 дверей. И таким образом у нас нет простой детали. Каждый раз, когда я понимаю, что у меня осталось всего 5 дверей, я подаю заявку, и к тому моменту, когда я эти 5 поставлю, у меня будет снова 10. Таким образом, у нас нет излишка деталей, и все время процесс непрерывный. Мы делаем только те таски, которые в приоритете. На это была положена основа канбана, и применена вот эта система на заводе Toyota. И каким-то образом она плавненько переместилась в IT. И тем не менее, в IT она сейчас очень популярна и хорошо работает. Канбан у нас выиграл. Ну, следующий вопрос хотелось бы задать, наверное, больше девушкам. Вот когда мы приходим выбирать что-то, мы думаем о том, что это модно или о том, что это красиво. Вы представьте, если бы все вокруг вам говорили, вот это модно, одевайте все, выходите замуж, все круто. Наверное, не каждая бы рискнула и сказала, ну, раз это модно, я тогда одену. Но вот у нас на проекте сложилось так, что, наверное, наши заказчики и подумали, что скрам — это модно, а давайте-ка сделаем. То есть не подумав даже о том, какие последствия это за собой повлечет и что будет в дальнейшем. Просто им пришли и сказали, блин, ну все со скрамом работают, у всех все круто получается, давайте и мы так сделаем. Ну вот, тут и понеслось. Но до того, как сказать, что... Почему-то плохо работает эта штука. До того, как сказать, что было, до того, как понять, почему скрам не подошел, я расскажу вкратце, что было. Представьте себе, есть корпорация. Естественно, корпорация находится за границей, и приложение используется для внутреннего использования бизнеса. То есть для каких-то бизнес-целей, но как бы продукт недоступен вне. Он именно private для компании. То есть есть какой-то неспешный процесс разработки. Есть бизнес, который подает свои задачи. То есть вот нам нужно сделать то-то, то-то. Есть IT-департмент, который непосредственно выполняет все эти задачи. То есть процесс разработки основан на том, что на таком уровне. Это в принципе agile. У нас есть какие-то требования, есть итерации, но нет никаких дедлайнов. То есть релиз может быть раз в месяц, раз в два месяца, раз в три месяца. В зависимости от того, сколько задач выполнено и какая их непосредственно важность для бизнеса. Но в такие моменты заказчика перестало, наверное, устраивать это, потому что процесс довольно-таки нестабилен. Представьте, юзеры приходят и говорят, нам нужна вот эта фича через месяц. Они так не говорят. Они приходят и говорят, нам нужна эта фича на вчера. И так зачастую всегда бывает во всех проектах. Наверное, все со мной согласятся, потому что это проблема. Но мы как IT-люди понимаем, что невозможно сделать действительно хорошую минимальную фичу, готовую к использованию за каких-то два-три дня. Мы понимаем, что на это уйдет немного больше времени. И поэтому в таком неспешном ритме, как месяц, два месяца, три месяца, мы работали довольно долго. Накопились вот эти проблемы, которые были там. Бизнес недоволен. Они хотели… Я вернусь опять на этот слайд еще. Они хотели немножко быстроты, быстроты реагирования IT-департмента. Вот. Но на самом деле проблема была еще в том, что юзеры доносили это только до людей, которые были с ними в коммуникациях. Коммуницировали с ними только бизнес-аналитики. На каких-то тоже митинги были у них нечастые, там раз в месяц. И связи между IT-людьми и людьми бизнеса, ну, она была довольно… даже нельзя сказать на низком уровне. Но, в принципе, они доносили нам свои пожелания, да. Вот. Потом вот эти коммуникации с бизнесом и IT-людьми, понятно. Но была еще проблема коммуникации в том плане, что часть разработчиков продукта находится на стороне заказчика, часть разработчиков продукта находится на стороне нашей. То есть вы понимаете, что DateArt позиционирует себя как компания аутсорсинга, да. Мы предоставляем какие-то задачи. И вот коммуникации между двумя командами, потому что разработчики есть как со стороны заказчика, так и со стороны DateArt, они тоже иногда влияют на то. То есть мы общаемся с Skype, BlueJeans, разные онлайн-коммуникации, но они все равно не заменяют этого общения, которое может быть действительно вживую, когда вы можете подойти, пнуть кого-то и все узнать. Вот. Вот непосредственно после того… Вот в таком вот ритме мы жили довольно долго. Люди приобрели свою зону комфорта, и в один момент мы приходим на работу, и нам говорят, «Ребят, сегодня мы работаем по скраму, вот, и мы не понимаем, что нам делать, да, окей, хорошо, мы работаем по скраму, что дальше, как, что?» Вот вам доска, скрам-доска, на ней вот таски, вот все, работаем, и мы не понимаем, что нам делать дальше. Потом, спустя полчаса, где-то час, мы понимаем о том, что это не сон, и мы действительно будем работать по скраму, и нам предстоит переход. И причем скрам они выбрали почему-то двухнедельный. Хотя, если разобраться со стороны скрама, двухнедельный почему выбирает? Потому что в данный момент как бы продукт бывает, должен быть конкурентно способным. Чтобы соблюдать эту действительно конкурентность на рынке, нам нужно как можно чаще учитывать пожелания юзеров. Но у нас же с вами понимание, что это именно private application, нам не нужно конкурировать ни с кем. Почему выбирать двухнедельные итерации? Потом нам стало понятно. Они наняли специально обученного человека, так называемого coach, который должен был научить всю команду работать по скраму. И именно этот человек говорит, «Ребят, двухнедельный скрам – это вот то, что вам нужно. Вот все работают по двухнедельному, давайте мы». Ну окей, начали мы работать по двухнедельному скраму. То есть как это начало происходить? Люди, которые никогда не работали со скрамом, им довольно тяжело сразу вклиниться и понять, что такое скрам, как с ним работать, тем более в течение двухнедель. Но хорошо, нам выделили какое-то время на обучение. То есть всю команду собирали на совместные митинги и пытались научить работать со скрамом. Дошло до того, что вот эти митинги, они занимали как бы из 8-часового рабочего дня в принципе 8. И процесс разработки стал окончательно. Мы начали как-то говорить об этом, что, ребят, мы не можем ходить на все эти митинги, это все интересно, хорошо, но процесс разработки стоит, и вы же с нас потом потребуете. Окей, давайте будем как-то немножко время на обучение уменьшать, потому что действительно занимало очень много. Снизили его до двух часов в день. Давайте проведем первый спринт. Окей, давайте проведем. Но что в начале спринта мы делаем? Мы его планируем. Вот планировали мы первый спринт 3 дня. Планировали, планировали. С двух недель мы потратили 3 дня на планирование. Спланировали. В течение двух недель, как вы думаете, мы выполнили все юзер-стори? Естественно, мы их не выполнили. Конечно, потому что проблема с эстимейтами была на первом месте. Проблема с тем же обсуждением. Юзер-стори были неполны. То есть acceptance критерии были написаны плохо. Люди, которые никогда не работали со скрамом, то есть бизнес-аналитики, которые должны были наполнять эти юзер-стори, они находятся на стороне заказчика и никогда не работали со скрамом и не имеют понятия, как это вообще делать. То есть заказчику нужно было заранее провести обучение бизнес-аналитиков, чтобы они имели понимание о том, как должны выглядеть юзер-стори и что с ними нужно делать. Первый спринт был неудачным. Мы не достигли ни цели спринта, ни выполнили все юзер-стори. Естественно, все это перенеслось на следующий спринт. Со следующего спринта еще добавились юзер-стори, потому что бизнес говорит, ребят, нам нужно вот это вот на вчера, а вы так до сих пор и не сделали. Окей, сделали. Дальше, дальше, дальше. Со временем мы понимаем, что у нас новых историй уже в спринт не добавляется. Мы просто оттягиваем спринт к спринту то, что мы не доделываем. И вот так происходило месяца 4. За эти 4 месяца там, может быть, было два релиза почти успешных. И мы понимаем, что что-то не работает. И в этот момент, конечно, не только мы это понимаем. Наш заказчик понимает, что бизнес недоволен. Его ожидания не были, как бы, его ожидания не оправдались. Но самое интересное то, что мне нравилось поведение вот этого коуча. То есть она все время твердила, ребят, вы молодцы, вы крутые, у вас все получится. Я понимаю, что вам за это платят деньги, но иногда нужно показать минусы. На минусах, в принципе, она старалась как-то их показать. Когда были ретроспективы, она говорила о том, что, ребят, говорите, что вам не нравится, что вам не нравится, чтобы мы понимали, как становиться лучше. Но для меня самый большой вопрос все равно вставали коммуникации. То есть если мы поговорим о скаме, то там все заложено на коммуникациях. Люди, минимум документации, больше коммуникации. Но вот этот момент, он так и не соблюдался. Ретроспективы проходили в таком плане, что да, хорошо, это было плохо, да, вот много митингов мы долго планировали, много времени заняли. Вот в следующий раз мы обязательно спланируем хорошо. И вот сделаем планирование точно. А давайте поиграем в скрам-покер. Это же круто, все в него играют. Может, у нас улучшится планирование, и мы все-таки завершим спринт, именно, ну, сделаем его успешным, да. Ну, начали мы играть в скрам-покер. Были эти карточки, мы все эстимировали, все обсуждали. Это заняло еще больше времени на планирование, потому что обсуждения заходили в тупик иногда из-за того, что из-за истории были неполны, и мы выносили, а, вот это вот нужно уточнить, вот это вот нужно еще спросить. Вот, и эстимация, конечно, была на довольно поверхностном уровне. Но, тем не менее, мы научились играть в скрам-покер. Это было интересно. Следующие спринты мы там использовали в планировании методы вчерашней погоды, что стало более-менее хотя бы выходить нам уже на какой-то уровень и помогать больше, чем скрам-покер. Но, тем не менее, мы использовали несколько методов, приобрели какой-то опыт, и со стороны команды, как бы с нашей стороны, нам это нравилось. Очень интересной задачей было еще такое, что вот когда не получалось, очень много было спринтов неудачных, стало такой вопрос о том, что мы, наверное, неправильно понимаем вообще принципы agile. Давайте-ка каждый подумает о том, как выглядит agile манифест. Ну, вот я вам покажу, как они выглядят. Вот их 12 штук. И вот перед нами стала такая задача, что нужно было проработать все эти 12 манифестов, расставить им приоритеты и выделить, какой действительно для нас самый важный, именно со стороны нашего проекта. Это было достаточно тяжело сделать, потому что вроде, если их все почитаешь, они все крутые, все важные. На самом деле нельзя ничего выкинуть. Не зря же люди 12 штук сделали. Но наши заказчики думали по-другому. И даже сказали о том, что если вы считаете, что эти 12 манифестов, они как бы вам не важны, вы можете свои написать. Таким образом, у нас были еще митинги, в которых мы обсуждали эти манифесты, вы понимаете, и пытались понять вообще, что от нас хотят. Но с горем пополам это все мы сделали, мы написали манифесты, мы расставили приоритеты, что вот бизнес для нас важнее всего, коммуникация важнее всего. Все это обсудили, все согласовали, все согласны, все хорошо, все равно не работает. Но вот не работает и все. Все равно мы не успеваем, дедлайны ограничивают нас. Две недели для нас очень мало. Почему еще так? Потому что фичи довольно объемные. И подробить их на маленькие части, в чем заключается? Мы должны поставлять их кусочками. Довольно сложно. Бизнес не хочет кусочками, он хочет все и сразу. То есть, наверное, специфика бизнеса еще такова, что им нужно действительно какой-то большой кусок работы. Им не важно то, что оно будет кусочками, им нужно сразу. И вот в этом моменте, я, в общем, это все уже рассказала, в этом моменте как бы и наступало то, что их не устраивал этот скрам, они приходили и жаловались. Нас не устраивало то, как мы работаем, потому что у нас не был скрам. Мы приходили и понимали, что это не скрам, это какое-то жалкое подобие на скрам, куча митингов. И вот так, когда ты посмотришь свой календарь, и, о боже, опять полдня на митинге, а когда же я буду работать? То есть, приходилось перерабатывать, потому что в любом случае нужно было выполнять свои задачи, будь то тестирование, будь то имплементация какой-то таски. И это, конечно, просто убивало всю мотивацию каждого из нас. Что еще забыла сказать из того, что у нас было? Были какие-то daily митинги, на которых мы, естественно, обсуждали какие-то задачи, что будет, что было. Потом еще забыла сказать про ревью. Скрам-ревью, которая проводилась бизнесом, на него команда, не QA-команда, не команда разработчиков, она как бы не была допущена. Бизнесу показывал все бизнес-аналитик. Как это все происходило, мы тоже не видели. И нас это немножко не устраивало, потому что потом бизнес-аналитик, он вроде рассказывает все, мы это все делаем, исправляем, а им все равно опять что-то не нравится. То есть, может, здесь срабатывал человеческий фактор того, что один человек, он не может запомнить все. Нужно было подключать еще кого-то, но пока не получалось. То есть, все наши предложения, идеи, они reject'ились и не были приняты. И вот тут вот наступил такой момент, когда был такой митинг, о котором мы даже не знали, но в один момент мы пришли, и заказчик просто начал спрашивать, ребята, вас устраивает все, вот вас устраивает то, как мы сейчас работаем? И мы начали говорить, что нет, вот мы считаем, что мы как бы работаем в полсилы, мы не успеваем. За эти все дедлайны мы не успеваем сделать какую-то фичу, мы понимаем, что бизнес недоволен, и мы считаем, что в дальнейшем это вылится тем, что вы скажете, да зачем же нам такие программисты, которые не могут работать и сделать то, что положено в сроке. Но нам мешают эти митинги, мы как-то не понимаем, как происходит вообще процесс. Все это было оговорено. И вот тут вот заказчик задумался, у него, наверное, лопнуло терпение. И вот после этого митинга, спустя там несколько дней, мы были в таком предвкушении, потому что понимали, что как-то слишком тихо, что-то, что-то, что-то назревает. И вот оно назрело. В один день мы пришли, и у нас уже был канбан. Скрам-доска просто исчезла, и появилась канбан-доска. И это все тоже было вот в таком же подходе, то есть это было неожиданно. Ты пришел с утра, тебе говорят, все, со скрамом завязываем, сегодня канбан. Вот вам канбан-доска, вот вам таски, вот бэклок, он уже с приоритетами, все приоритетизировано, можете приступать к работе. Окей, а как? Есть люди, которые никогда не работали с канбаном, и они не имеют ни малейшего понимания о том, что делать и как с этим работать. Но в этот раз заказчик уже не хочет тратить свои деньги на то, чтобы людей обучать, потому что на коуче, я так думаю, они потратили немало. Но, тем не менее, они имеют понятие, какое канбана, то есть убрались эти все дедлайны, убрались митинги, оставили только один митинг daily, на котором мы обсуждали какие-то там рабочие моменты, какие, может быть, проблемы есть. А что касается ролей продуктов, скрам-мастера, этого всего уже не было, все было тихо и спокойно, и мы начали работать в канбане. Перешли вот от скрам-доски к канбан-доске. То есть чем они отличаются? Отличаются они не только тем, что, ну как, они многим отличаются, но тем, что скрам-доски, мы берем задачи любые, то есть все то, что у нас есть в туду, мы все можем брать, и все у нас сразу становится активным. То есть один человек может иметь несколько активных тасок и непосредственно работать сразу над несколькими тасками. Это не запрещено. Чего нельзя делать в канбане? В канбане один человек работает как бы над одной таской, у него не может быть 100-500 тасок, и количество тасок, которые в work in progress, они ограничены. То есть нельзя сразу… И тут вот большой плюс, потому что когда человек работает сразу над несколькими, мне вот как со стороны тестировщика, мне очень сложно контролировать то, что я буду делать дальше, потому что зачастую девелоперы набирают себе кучу тасок и работают параллельно, и потом все это выкатывает тоже в один момент, и ты не понимаешь, за что браться в первую очередь. В канбане все проще. Одна таска сделана, ты к ней переходишь, ты ее тестируешь, ты с ней работаешь, ты как-то планируешь свою работу. Ну, с моей точки зрения, тут намного проще. Но в канбане таски обширнее. То есть если в скраме это маленькие, то канбаны это уже MVP, то есть это большая таска, которая требует много трудозатрат. И следующее, что еще понравилось нам в канбане, что у нас была возможность того, что мы могли в какой-то момент просто прекратить работу над этой таской. То есть в канбане он очень флексибл, да, очень гибкий. Если ты работаешь над одной таской, но тут приходит и бизнес и говорит, что нужно сделать вот это сейчас же, то эта таска просто отлаживается, берется новая, и пока вот это вот действительно важное не закончится, никто не принимается за какую-либо другую работу. В скраме это все намного сложнее. Чтобы включить в какую-то юзерсторию в спринт, вы понимаете, сколько путей нужно пройти. Нужно что-то выкинуть из спринта, потому что все как бы story point учитаны, сколько story point мы можем сделать в какой-то спринт. То есть вам нужно посчитать. А если мы вот эту юзерсторию включим в спринт, то что мы можем оттуда выкинуть? В канбане таких трудностей нет. Если вам нужно что-то сделать, то вы просто берете, это делаете, то отлаживаете. И бизнес доволен, и мы как бы довольны, да. Это то, что касается разницы между скрамом и канбаном. В то же время в канбане нет какого-то четкого понятия, что релиз должен состояться каждые две недели, каждые три недели или каждый месяц. Релиз состоится тогда, когда вам это удобно, когда фича готова к тому, чтобы выйти в продакшн. И это большой плюс. Минусом этого является то, что когда разработчики берутся за имплементацию фичи, они должны отдавать себе отчет о том, что если вы будете… все зависит от вас, да. Если вы разрабатываете эту фичу месяц, то вы месяц можете задерживать как бы команду тестировщиков и весь процесс разработки, вам нужно мотивировать себя, потому что люди, находясь в зоне комфорта, они немножко расслабляются. Ну вот думаете, ну блин, ну а кто будет знать, что эту фичу могу сделать за два дня? Я могу и неделю над ней посетить, и не напрягаясь как бы не по 8 часов в день работать, а по 2. Это же прикольно, да, никто не скажет вам ничего. Потому что в компании вот нет таких жестких рамок. Да, на дейлисозвонах вы озвучиваете то, что я, допустим, буду проводить регрессионное тестирование, это у меня займет там 2 дня, ну, можно же и не 2, можно же и 4, как бы еще больше времени уделить. Да можно и 2 недели проводить регрессию, как бы, но мы должны отдавать себе отчет, насколько это важно, да, и как-то ограничивать все равно себя по времени. Но канбан не предусматривает того, чтобы вас ограничивали. Поэтому тут работает именно вот эта вот самомотивация. То есть человек себя мотивирует о том, что он сделает это не быстро, но качественно, хорошо, да. Вот. И следующее, что еще хотелось бы сказать, что вот в канбане нет вот этих митингов, которые обязательны, да, это планирование, ретроспектива, там, спринт-ревью. Но в этом же есть и минус, потому что в планировании очень удобно участвовать и полезно участвовать всей команде. Мы планируем, мы задаем какие-то вопросы, мы обсуждаем это все, в канбане этого нет. Когда вы получаете таск, да, вы можете созвониться какой-то маленькой группой людей, которые работают над этой таской, но тогда никто не в курсе, что происходит. То есть вот я работаю, вот это вот мой мир, я в нем, а то, что за ним, меня не интересует. Это плохо. То есть особенно если вы QA, вам нужно быть в курсе всего. То есть вы должны быть в курсе того, что происходит в этом месте, что происходит в этом месте. Если вы будете сосредоточиться на одной таске, может что-то пройти мимо вас и потом в конечном итоге вылезти там, где не нужно именно. Баги, которые появляются, и ты не понимаешь, откуда они. Хотелось бы сказать, вот все то, что подсуммировать, то, что все я сказала, почему так случилось. Еще раз оговорюсь об этом, что вот не было проанализировано действительно, что именно нам нужно. Не было проанализировано то, подходит ли нам скрам, а может быть нужно было сразу посмотреть в сторону канбана, потому что канбан работал вот где-то полтора года. В принципе, процесс разработки всех устраивал, и бизнес был доволен. Нужно было изначально ответить на такие вопросы. Зачем это надо? Сколько это стоит? Сколько будет потрачено времени? Сколько будет потрачено денег? Готова ли к этому команда и готовы ли к этому пользователи? Потому что, как оказалось, команда не была готова к двум этим переходам вообще. Ни к скраму, ни к канбану мы не были готовы. Для нас это был, честно, шок. И для команды разработчиков, которые находятся на стороне заказчика, для них тоже. Они не были к этому готовы. Нужно было оговорить это заранее. Следующим вопросом еще стало то, что когда деньги были потрачены на скрам, на канбан уже никто не захотел тратить деньги. А зря. Нужно было, если вы хотите внедрить уже действительно методологию на таком уровне, то нужно было обучить этому людей. Самое интересное то, что мы опять вернулись к скраму. И это случилось уже ожидаемо. Вот у нас все вот так происходит. Скрам, канбан, а теперь у нас опять скрам. Но на данный момент мы, как мне кажется, в данный момент мы уже по скраму работаем больше месяца. Возможно, это мало, конечно. Нет, два месяца работаем. Но в данный момент, мне кажется, мы совершили переход довольно хорошо. Сейчас расскажу, почему. Потому что мы подготовились к этому. То есть собран митинг и оговорились проблемы, которые я озвучила заранее. О том, что процесс довольно был не динамический. То есть не было динамики, и бизнес оставался недоволен. Да, в канбане мы решили эти вопросы. Что же не устраивает тогда? Но вот все равно они хотят скрам, понимаете? Ну вот, мне кажется, опять кто-то приходит и говорит, у вас еще не скрам, тогда мы идем к вам. Вот честное слово, как в рекламе. И все равно они хотят скрам. Но мы же должны поддержать, да? Но тем не менее, на данный момент мы подошли немножко с другой стороны. Мы начали предлагать свою инициативу. Если вы хотите скрам, тогда давайте будем это делать по-другому. Не так, как это было в прошлый раз. То есть команда разработчиков и команда тестировщиков, они должны коммуницировать не только с бизнес-аналитиками, они должны коммуницировать с бизнесом. И в данный момент митинги с бизнесом происходят не только как бы за участие бизнес-аналитиков, но и с участием QA-команды. И с участием разработчика, который непосредственно будет заниматься этой фичей. Это очень полезно, потому что один человек, он как бы слушает, но запоминает какие-то high-level моменты, да? А когда вас уже много, вас уже трое, вы уже слушаете, и каждый что-то запоминает, потом вы непосредственно это обсуждаете, тем не менее у вас выходит довольно-таки классная юзер-стория с полными acceptance критериями. Следующий момент, что мы внедрили, это фича демо. По готовности фичи мы сразу проводим демо для юзеров, на котором они нам дают фидбэк. Это очень удобно. И если у вас этого нет, и вы работаете со скрамом, то я вам скажу, что вот крутая штука, надо ее делать. Потому что потом, когда вы катываете, вы это уже в продакшен, у вас уже фича соответствует тому, что хотели юзеры. И у вас нет фазы 1, фазы 2, фазы 3, давайте тут еще что-то заимпровим. Потому что вы сразу, у вас есть этот фидбэк. Вы пришли, показали, все круто. Если что-то не так, юзеры говорят, это не так, давайте вот это переделаем, мы не этого хотели. Потому что бизнес-люди, они другие, они не такие, как эти. Они говорят на другом языке. Вот если вы когда-нибудь присутствовали на митингах именно с бизнесом, они говорят совершенно на другом языке. И тебе нужно вместо этого послушать, перевести это на свой понятный язык, донести это до разработчика, чтобы разработчик тоже понял, чего хотят. И вот выступать каким-то, наверное, звеном связи между бизнесом и разработчиками. Теперь у нас есть больше коммуникаций. Но у нас нет ретроспектив, честно. Ретроспектива? Нет, не слышала. Нет ретроспектив. Мы не говорим о том, что было хорошо, что было плохо. Выбрали мы трехнедельные итерации. Скажу вам честно, нас спросили, как вы думаете, какие итерации нам подойдут. Вот. Подошли нам трехнедельные спринты. Мы укладываемся в сроки. Теперь у нас хотя бы все юзер-стори выходят в продакшн, которые мы хотим. Даже еще время на регрессию остается и довольно-таки достойное. Можно сделать, успеть. Вот. И еще у нас есть планирование, на котором мы обсуждаем все юзер-стори, все требования. И промежуточный один митинг, который мы проводим в средине спринта, дабы понять, на какой ступени мы находимся. Успеем или нет. Если мы понимаем, что... Наверное, это немножко неправильно, конечно. Если мы понимаем, что у нас еще остается время, мы можем еще что-то включить в спринт. Поэтому, может, кто-то и не согласен с тем, что это скрам. Я не буду говорить, что у нас прям чистый скрам трехнедельный. Но вот я считаю, что методология, которую нельзя подстроить под себя, это плохая методология. Потому что они созданы в теории идеальными. Но, тем не менее, они должны подходить для проекта. И вы их должны подгонять под себя. Не проект подгонять под методологию, как мы пытались это сделать первый раз, подогнать. А сейчас мы подгоняем методологию под себя. Мы выбираем то, что нам полезно. И настраиваем наш процесс так, чтобы было удобно работать. И перед тем, как у вас сложится какая-нибудь ситуация такая в жизни, я вынесла для себя, что на эти вопросы изначально нужно ответить самому себе. И я понимаю, что вы не заказчики. Может, кто-то заказчик. Не буду спорить и говорить. Никого не хочу обидеть. Может быть, даже вы можете сказать, этот вопрос не решается на нашем уровне. Если я простой тестировщик, как я могу повлиять на какой-то процесс разработки, который обсуждается на high level где-то. Вы можете повлиять. Всегда все могут повлиять. Нужно просто не бояться говорить и уметь правильно преподнести свои предположения. Но для того, чтобы говорить, нужно себя спросить. Вот эти вопросы я вынесла. Действительно, нужно ли это? Нужно ли улучшать этот процесс? Что нужно улучшить? То есть для себя вынести какие-то поинты непосредственно того, что должно быть улучшено. Принесет ли это прибыль? Принесет ли это пользу? Потому что можно улучшить, да, но надо подумать о том, какую-то прибыль принесет. Все измеряется в нашем мире в деньгах. Если заказчик видит, что это не приносит ему денег, он не будет этого делать. Он должен видеть прибыль. У нас была на проекте еще такая ситуация, когда нам нужно было внедрить тулу, которая стоила денег. И очень часто заказчики не хотят покупать платные продукты, потому что это деньги. И они задают такой вопрос, а вы можете работать без этого? Ну и тут думаешь, а можешь ли ты без этого обойтись? Но если ты действительно не можешь без этого обойтись, как же тогда уже заказчик покупает? Но есть варианты, когда ты можешь без этого обойтись. Ну, допустим, мы все работаем с тест-менеджерами. У кого-то они есть, кто-то до сих пор трудится в Excel с огромными простынями тест-кейсов. И ты понимаешь о том, что тебе Excel крайне неудобен. Но Excel-то бесплатный. А купить какой-то тест-менеджер, который действительно поможет, это стоит денег. Ну вот как сказать заказчику, что ты хочешь, чтобы вам купили какой-то там тест-менеджер Тулу? Нужно подойти с таким подходом, чтобы показать, как его же данные, то есть его какие-то кейсы, как они улучшат вашу работу, как они снизят время на то, что вы будете писать эти тест-кейсы, поддерживать. Опять же, если у вас команда тестировщиков, это коллаборейшн-ворк, да, как вы будете работать. Excel-то нужно сохранить, передать, перекинуть. Возможности, допустим, если мы говорим о Google Доках, которые доступны всем, бывает такое, что заказчик просто не разрешает работать на таких сервисах. То есть есть полиси, да, и заказчик не разрешает работать с такими сервисами. То есть все должно быть внутри компании, и никакие внешние ресурсы нельзя использовать. Вот в таких ситуациях нужно давать заказчику, как бы наталкивать его на то, какую прибыль он вынесет из этого всего. Вот. И я вот это вот все написала, да, как бы типсы от меня. Еще хотелось рассказать об одном, это о желании заказчика. Очень много таких ошибочных мнений, как по мне, что желание заказчика – это закон, да. Да, это закон, мы его уважаем, это наш заказчик, мы должны его уважать, уважать его мнение, но тем не менее всегда есть обходные пути. Нельзя сказать, что вот он стукнул кулаком по столу и сказал, все, вот так вот будет. Да, так будет, но нужно заставить его поверить, не заставить, а сделать так, чтобы заказчик подумал, что это он сам придумал. То есть бывает такое понимание, как, знаете, такие техники подхода. Вот я считаю, что каждый тестировщик, он в какой-то степени психолог. Он психолог для кого? Для разработчиков, потому что они все требуют вашей психологической помощи, когда вы им сыпите пачками эти баги, да, и они, естественно, в шоке от того, сколько ошибок сделали. Тут нужно уметь выслушать человека. И вот со стороны заказчика мы тоже должны уметь выслушать их пожелания. И вот активное слушание, наверное, это самая лучшая техника, которую я применяю в своей жизни, да, то есть выслушать заказчика, но преподнести ему это с такой стороны, чтобы он действительно захотел сам этого и сделал вылаз, что, блин, как круто, я сам до этого додумался, да. Вот. И следующее это то, что очень часто заказчики не хотят идти в ногу со временем, да, и покупать или переходить на какие-то новые модные технологии, тренды. Ну, допустим, там сидят до сих пор в Е6 там и не хотят двигаться дальше, потому что, блин, ну зачем тратить деньги, у нас и так все хорошо работает. Но, ребят, это же Е6, ну вы о чем говорите, да. Но, тем не менее, если мы будем слишком настаивать, да, у нас есть такая практика, что иногда люди очень настойчивые, говорят, все, это плохо, нет, 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 давайте вот это. Вот в таком случае вам могут просто на следующий день позвонить и сказать, ты больше тут не работаешь, потому что разные люди по-разному воспринимают. Кто-то может посчитать вас очень настойчивым и сказать, ну, нам такие работники не нужны, я сам знаю, что мне делать и как принимать решения. То есть, нужно действительно быть психологами и понимать, насколько вы можете говорить этого человеку и насколько вы можете на него влиять. Вот. И, наверное, последнее, что хотелось бы сказать, это то, что если ваш заказчик действительно что хочет, вот хочет вот этот двухнедельный скрам, нужно ему подыграть, даже если вы понимаете, что это не сработает. Вот нам реально всем было понятно, что двухнедельный скрам не взлетит, что мы будем просто не успевать. Мы же уже знаем, какого объема фичи мы предоставляем юзерам. Но, тем не менее, мы понимали, что если мы сейчас все скажем, что нет, это не заработает, виноваты в этом будем только мы. То есть нам нужно было подыграть заказчику, поиграть в его игру, чтобы он сам понял, насколько это не сработает. В принципе, мы-то играем за его деньги, правильно? Почему мы не можем в это поиграть? Ну, на самом деле, у меня, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы, давайте обсудим, подискусируем какие-то моменты. Я просто вам говорю о том, что зачастую, когда вы работаете с заказчиком, на его офис уже установлен на Windows машины, покупая Windows, он покупает и офис, поэтому он не стоит лишних денег, как говорится. За офисный пакет, соответственно, я не встречал нигде таких заказчиков, на машин, которых не было офисного пакета, потому что это непосредственно то, с чем работает каждый человек в офисе. Круто. Следующий вопрос давайте. Почему ушли от Канбана? Ну, вот этот первый поинт. И мне нравится, что нет динамики проекта. Хотят больше частые релизы. В Канбане все равно у нас не происходили релизы регулярные. То есть юзери приходят и они хотят знать четкую дату релиза. В Канбане нет четкой даты. Нет, ну почему? В Канбане есть, вот мы делаем фичу, мы ее релизим, но мы не можем сказать юзерам, что вот через неделю эта фича будет. Да, с предсказуемостью нет. Нет четкой даты. То есть бизнес-люди, они такие, они хотят, что вот 25 числа это будет и все. Их это устраивает. Они согласны ждать, но им нужна четкость. В Канбане мы не имеем права дать им этой четкости, потому что у нас нет дедлайнов. То есть это противоречит друг другу. А вам что-нибудь заявил? Это Канбан, да? Да, вот нравился. Ну, за счет чего нравился? За счет того, что мы могли быть максимально гибкими. Если юзерам нужна вот эта фича, мы без проблем останавливаем и делаем новое, понимаете? Ну, вот не 80 фич, но штук 10 было такого, да, сталкивались мы с этим. Ну, я еще скажу, что юзеры, они такие люди, они хотят, а потом забивают. И потом в итоге, да, время было потратить. Были такие моменты? Да, были. Окей. Следующий. Добрый вечер. Добрый. Значит, у меня два вопроса. Первый, это какой размер команды был? И второй, скромастер вообще был? Фасилитатор? Вы говорите о том, что планирование длилось 3 дня. Да, вот я… Вы постоянно рассказывали, вам что, какие-то постоянные митинги, они какие-то неконтролируемые. А скромастер где? Скромастер у нас изначально был этот человек, которого они наняли, то есть коуч, да, за которого они заплатили. Она выступила… А скромастер где? Она выступила скромастером в нашем… Коучи скромастер. Да, я понимаю, но так как у нас не было скромастера, человека, которого они могли поставить на эту должность, она решила обучить как бы всех и тем не менее ним выступить. Но это вот не прошло, да. Потом, когда она ушла, был скромастер, ну, немножко у нас планирование уже не заходило за такие рамки, да, всего в один день мы как-то вкладывались. Но почему так происходило, я оговорюсь о том… Долго, все равно долго. Очень долго. User story не были описаны достойно. То есть вот тут был момент… Размер команды скажите, пожалуйста. Да, говорю, 9 человек, смотрите, 6 девелоперов, двое тестировщиков и один автоматизатор. Распределенная команда или все вместе сидели? Нет, распределенная. То есть часть команды это со стороны заказчика, которые сидят вообще в другом городе, в другой стране. Часть команды на стороне, как бы… И все по разным городам, то есть все в разных локациях. А над продуктом сколько команд трудилось? Одна? Над одним продуктом одна команда, да. Да. Я ответила на ваш вопрос? Лучше бы меня наняли. Окей. Может, еще есть какие-то просто… Одну секундочку. Микрофон. Да. Я хотел еще спросить, вы сказали о том, что вы отказались от ретроспектив после скрама, то есть вот тот, который у вас последний был, вы отказались от ретроспектив. Вы считаете, что это неэффективная вообще трата времени, что типа люди приходят, просто поговорили, разошлись? Ну, на самом деле, ретроспективы как бы с моей стороны это было бы полезно, но со стороны заказчика как бы было вынесено, что это вот да, лишнее трата времени. А, это заказчик сказал. Да, потому что он говорит, что мы это все можем обсудить на daily митингах. Если кого-то что-то не устроит, говорите сразу. То есть не надо вот это затягивать до конца спринта. Ну окей. Может, в дальнейшем мы это еще наработаем. Не знаю. Да, то есть ваше мнение такое, что они бывают полезны в ретроспективе? Я считаю, что да, в ретроспективе их не нужно, вот когда у нас был первый раз скрам, они затягивались там до полутора часа, этого не нужно делать. Буквально полчаса, минут сорок обсудили и забыли. Ну как бы и сделали выводы, да. Потому что в том моменте было обсудили и забыли, да. Сделали выводы, действительно. Но пока, наверное, потому что всего два месяца прошло, и процесс довольно-таки еще не устаканился, но я думаю, может быть, в будущем мы их ведем. Но пока мы умудряемся обсуждать это все на каких-то daily митингах, если нас что-то не устраивает, вот, или, ну, уже писать. Ну а в daily вы стараетесь в 15 минут вкладываться, да? Да, мы вкладываемся. В daily митинги вкладываемся даже меньше. Все получается в этом плане. Хорошо, спасибо. Спасибо. Еще какие-то вопросы? Не будет больше вопросов? Ну, если вопросов нет, тогда всем спасибо за внимание. Предлагаю поблагодарить Оксану за сегодняшнее выступление. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok